Здравствуйте! В эфире программа «Общественное мнение» на студии Галина Гусарова, председатель комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты Самарской области. Галина Ивановна, здравствуйте! Вот буквально на днях состоялось пленарное заседание Общественной палаты Самарской области, на которой был представлен доклад о состоянии гражданского общества, и большая такая важная часть, большой раздел был посвящен именно общественному взаимодействию, работе общественных советов. Расскажите об этом поподробнее, поскольку вы курируете как раз эту тему. Вначале бы я хотела все-таки сказать, как у нас представлена общественность, некоммерческие организации. Мы вошли в десятку топ-10 городов, и Самарская область – это очень приятно. И 2021 год был годом, когда 152 миллиона пришло в Самарскую область на проекты некоммерческих организаций. Волонтерское движение. Ну, всем это известно, какая помощь оказывается. Сегодня в волонтерском движении 150 тысяч жителей Самарской области. Я думаю, это количество будет увеличиваться за счет молодых, за счет старшего возраста, среднего возраста. И, конечно, общественные палаты и общественные советы. Общественная палата Самарской области. Возглавляет ее наш ученый, очень уважаемый Виктор Александрович Софер, академик. И очень приятно, он умело руководит общественной палатой. И структура от общественной палаты идет, это общественные советы при региональных органах власти, при федеральных органах власти, при органах местного самоуправления. И вот сельские образования, где тоже есть общественные советы, это где-то около 500 вот таких организаций, целая армия общественников, которые работают не за деньги, а по велению души. Как работают общественные советы, вы мне задали вопрос, и чем вообще они занимаются? Во-первых, в этом году национальные проекты. Это занимается исполнением национальных проектов, исполнительная власть, но общественный контроль осуществляет вот эти наши общественные палаты и советы. Каким образом это делается? Ну, приведу пример. В общественную палату обращаются люди по переселению из аварийного жилья. Что мы видим? Есть национальный проект, есть федеральный проект, есть региональный проект, но есть еще у нас в Самарской области программа, которая по переселению граждан из аварийного жилья. Причем она с 2019 года по 2025 год. Там заложены определенные финансирования. Для каждого муниципалитета сколько средств, какое количество квадратных метров должно быть переселено, сколько граждан должно быть переселено, будь то Самара, Тольятти, Соклы, Кошки, неважно из какого района, они все расписаны. И поэтому общественным советам на местах легко контролировать. Они видят цифру, как она исполняется. Но должна сказать, что губернатор Дмитрий Игоревич Азаров сделал все в этом году, чтобы это количество было значительно больше. Вот планировалось, я даже цифру сейчас скажу, планировалось переселить 4770 граждан, а переселили 5520, на 15% больше. И вот эта информация, она идет снизу к нам, вот, кстати, в мою комиссию, которую я возглавляю. Есть ли говорить о каких-то наиболее показательных примерах, может быть, в каком-то районе, микрорайоне? Знаете, вот когда была прямая линия в прошлом году с президентом России, то из Татарстана был задан вопрос. Выделяются участки для многодетных семей земли, а инфраструктуры нет. Вот как бы, тогда был задан такой вопрос, как бы, Владимир Владимирович, вот эти вопросы решить? И после прямой связи к нам обращение многодетных семей увеличилось кратно. Поскольку ждут какого-то решения от властей, уже от власти, от губернатора, от правительства Самарской области. Что на сегодняшний день мы имеем? Во-первых, 8,5 тысяч стоят в очереди на получение участков. И где-то больше 16 тысяч только получили участки. И вот из 8 тысяч, 8,5 тысяч стоящих на очереди, 53% приходится на Ставропольский район. Почему? Потому что были в своевременно приняты законы о безземелье в Тольятти и в Самаре. И вот очередь из Самары, она перешла в Волжский район и Красноярский район. А из Тольятти перешла в Ставропольский район. И сегодня общественные палаты Ставропольского района, глава администрации, постоянно сталкивается с вопросами выделения земли. То есть есть проблемы. Хотя Министерство имущественных отношений, строительство, Министерство энергетики занимаются этими вопросами. И сама исполнительная власть. И знаете, я приведу еще пример. Есть такой в Самаре Орлов овраг. Вот в Орловом овраге в свое время было выделено 259 семей, которые должны были построить дома. Но когда я приехала первый раз, это больше пяти лет назад, в Орлов овраг, я увидела, действительно соответствовало оврагу. Заросль, облепихи и огромная свалка грунта и строительных материалов. Вот огромная свалка такая была, которая занимала третью часть Орлова оврага. Стало быть, строить там было нельзя. Ну да, и как там в таких условиях? Ну там довольно грамотная и разумная инициативная группа, которая такая не кричащая, а ставит очень разумные вопросы, понимает все. Мы с ними вместе работаем. Работаем с исполнительной властью, с городом Самара. Здесь должна сказать, Елена Владимировна, вот много сейчас вкладывает для того, чтобы развивался Орлов овраг. И должна сказать, что именно в этом году, в 21-м году подвели, я даже, знаете, вот взяла, чтобы назвать мне эти компании, которые это сделали за счет мероприятий инвестиционной программы. Подвели основную сеть электроснабжения. Это Самарская электросетевая компания. Водоснабжение и водоотведение – Самарские коммунальные сети. Газоснабжение – Газпром, газораспределение – Самары. Вот я боялась, что я не так их назову, поскольку это как бы не моя структура. Но я благодарна. Ну не то, что я благодарна жителям, которые там сегодня построены несколько домов, сегодня недостроенные дома, но к ним уже подведены столбы и электропровода. То есть им не надо генераторы тащить для того, чтобы что-то строить. То есть уже есть коммуникация уже? В этом году Ирина Владимировна в бюджет, ну вместе с Думой, понятно, городской, они заложили более 11,5 миллионов рублей для того, чтобы сделать проект транспортной инфраструктуры. Вы знаете, такая подвижка, да, 5 лет – это много, но довольно серьезная подвижка, имеет место быть. И я думаю, когда-то Орлов овраг станет престижным местом. Это, конечно, не через год, не через два, но это будет, потому что это построено рядом с Кошелевым, рядом с детским садом Кошелевым, рядом со шведской слободой. Это будет приведено в порядок, правда, это будет. По крайней мере, работа эта запустилась, пошла. Да, да. С какими еще проблемами чаще всего сталкиваются люди, которые и вот здесь какова роль общественных советов, как они могут им помочь решить? Ну вот я вам и говорю, что вот это все контролируется. Понимаете, вот за Орлов овраг как-то мы вот изначально, не потому что он никому не нужен, а потому что действительно очень большие проблемы. И когда мы туда с нашей комиссией поехали, я стала приглашать глав районов, компаний разные, там и депутатский корпус, и главу администрации. И понимаете, вот это постоянное рассматривание этого вопроса на уровне общественной палаты, на уровне встреч с министрами. Причем вот я должна сказать благодарность, что все министерства Самарской области никогда не отказывают во встречах, в разборе какого-то там вопроса. Еще вот вы говорите, какая роль общественных палат и советов на местах? Вот было объявлено о бесплатном, горячем, качественном питании школьникам. Это же нужно было контролировать в каждой школе. Нужно было смотреть, какая посуда, как они рассажены дети. Все мы тогда видели один вопрос, не очень горячая пища подается. Но тогда было принято решение наверху Роспотребнадзором изменить СНИПы. Это увеличить количество людей, которые работают на пищеблоке. А увеличивается за счет или же тех поставщиков, которые поставляют продукты в эту школу. Это за счет них, не за счет бюджета области. Сегодня изменена посуда, должна быть только нержавейка, алюминия не должен быть. Количество людей, которые разносят пищу и готовят пищу, должно быть больше. А если их будет больше, значит они быстренько разнесут и будет горячее. И общественные советы на местах вместе с представителями областного родительского собрания постоянно находятся в комиссиях. И я должна сказать, в начале Министерства образования, вот изначально, и директора школ, они всегда приветствовали участие представителей общественных советов и палат. Почему? Потому что это люди, которые видят, если вдруг какой-то недостаток, рекомендуют и вместе исправляют этот недостаток. Здесь, конечно, главы муниципальных образований очень много сделали. Есть на сегодняшний день какие-то проблемы, но они уже, знаете, не очень существенные такие проблемы. В основном питаются дети качественными продуктами. Другое дело, вы знаете, у нас родители иногда говорят, бургер на завтрак, сосиску какую-нибудь в тесте, в булочке. Вот нужно еще информационные, чтобы работа проводилась. Она проводится, но не совсем, может быть, недостаточно. И мы тоже ее проводим, эту работу, объяснять. Другие продукты должны быть дети. Не то, что модное и вкусное, а то, что полезное. Конечно. И вот, ну, удается, удается разъяснить. Часть какая-то есть, но это меньше значительной части. Я когда приезжаю на территорию, я всегда прошу, покажите мне, пожалуйста, ну, что-нибудь они написали, какие недостатки, где-то вы оформляете. И мне очень приятно читать, когда пишут. Огромное спасибо. Вы свободили родителей для работы, для участия в работе качественно. Ей не надо бежать. Она знает, что ребенок у нее накормлен. С первого по четвертый класс. И еще дети с ограниченными возможностями. Здесь тоже об этой категории не забыли. Они также бесплатно питаются. Причем питаются, если там первая смена только завтрак, вторая смена обед. Это с первого по четвертый класс. А эти дети имеют двухразовое питание, качественное питание. Эта работа проводится вместе с общественными советами и с представителями общественных палат. И еще один вопрос я хотела бы сказать. Знаете, три года назад по распоряжению губернатора было начало работы пилотного проекта. Что это такое? В Кенеле был такой склад СЛК. И там с Натальей Игоревной Катиной, она была тогда, возглавляла управление по торгам. Сегодня она заместитель председателя правительства, достойная очень руководитель, очень достойный руководитель. И вот мы с ней. Казалось бы, она исполнительная власть. Ей нужно там отрабатывать методики. И мы друг в друге очень нуждались. Не просто вот я, как Гусарова, а еще члена комиссии, которые постоянно мы были там и смотрели, какую продукцию привозят поставщики, которые выиграли тендер, привозят поставщики на этот склад. Вы даже не представляете, что привозили. Если это были сухофрукты, они все были зеленые. Если это были фрукты, вот такие там бананы все черные, там яблоки могли быть какие-нибудь. В общем, вот то, что похуже. Это не принималось, потому что там работают очень хорошие эксперты. Это не принималось. И вот в 2019 году показатель безопасности поставляемых продуктов на склад был всего 49%, меньше 50%. Можете представить? То есть так, половину на половину, как повезет. Потом поставщики поняли, что если они привезут гнилье, его все равно отправят. Если качество будет, ну, может быть, не на 100% испорченное, даже на 10, на 15, его не примут. И они поняли, для них привозить некачественное дороже обойдется, потому что нужно увозить, потом снова привозить, коли вы выиграли тендер. И сегодня, по сравнению с 2019 годом, показатель безопасности продуктов, которые привозят на склад, 89%. Представляете, это за три года, за три года, вот пилотный проект губернатора живет. И сегодня, тогда всего 30 учреждений мы поставляли продукты с этого склада. Не мы, а я понятна, это как общественная палата, но почему-то говорю слово «мы». А сегодня 120 учреждений. В этом году присоединяются Тольятти и Жигулевск. Галина Ивановна, вот как за то время, пока существует в Самарской области институт общественных советов, вот именно тех, которые районов, микрорайонов, на местах, изменился запрос у населения к ним и, соответственно, может быть, приоритеты в вашей работе? Например, пять лет назад все жаловались на ЖКХ, а теперь у людей другие. Нет, это, конечно, колоссальная разница. Во-первых, в общественные советы люди избираются по конкурсам. Это авторитетные люди. Если большие города Самара, Тольятти, там Сызрень, там и количество работающих значительно больше, и комиссий больше. А такие небольшие, допустим, Богатовский район, Борский район, где количество населения меньше 10 тысяч или только 10 тысяч, конечно, там 8-9 человек. И в зависимости от количества еще смотрят какие-то свои вопросы. Вот недавно я проводила совещание, докладывала Русановна Эль Кирилловна Кенель. Вот такую огромную работу они проделывают. Кстати, вот на этом совещании докладывала, не докладывала, а выступала Тураева Ольга Ивановна Хворостянка. Я даже, понимаете, вот мне кажется, я меньше делаю, чем они. Они, если вычистить озеро, да. Вот еще знаете, что скажу? Вот вы спросили, 5 лет разница? Да, конечно, разница. Разница вообще в жизни Самарской губернии. Губернаторский проект «Содействие» его же не было. И вдруг он появился. В чем особенность этого проекта? Признать вот инициативу жителей той или другой территории. Маленькой территории, большой территории. Причем очистка озер, там какую-то часть дороги построить. Места захоронений, кладбище. Такие детские площадки. Вы знаете, они... Вот я приезжаю на территорию. Выезжаем мы членами своей комиссии. А у нас члены комиссии очень авторитетные люди. Константин Алексеевич Титов входит в эту комиссию. Всегда вносят коррективы очень такие грамотные. Он по-другому не может. И они показывают вот то место, которое сделано по их инициативе. И я на совещании губернатору сказала вот последним. Они благодарят за то, что сделано. Но они еще больше благодарят за то, что их услышали. Вот именно к ним прислушался. И они, вы знаете, они как свое дитя. Вот они ведут обязательно в это место. Показывают. Причем собираются даже вот, если это сельский район, собираются несколько жителей, там из домов выходят. И вот так они об этом рассказывают. Но мало того сделать, они сейчас наблюдают, чтобы это было все сохранено. Потому что это не разрушилось. Это была их инициатива. Это надо подкрасить, подкрасить. Да, потому что это они сказали. Вот самое главное, вот это сегодня нужно сделать у нас. И проект «Содействие», слава богу, он будет жить. Финансирование заложено. И на последующие годы. Вот это какая-то гордость у них за то, что это они сделали. Это их послушали. Это к ним прислали деньги. Это к ним прислали компанию. А вы знаете еще как вот они смотрят? Как делают? Они еще начинают указывать, если что-то не так. Или говорить главе муниципального образования. Слушай, что-то там не так доделывается. Тогда подключаются исполнительные власти и регулируют все вопросы. Там по строительству, или по прокладке дороги, или по очистке озера. Разные. То есть люди чувствуют себя действительно хозяевами на своей территории и понимают, как по-хозяйски к этому подойти. Вы знаете, удивительно. Но самое главное еще, вот главу муниципальных образований, я им очень благодарна. Да и министрам тоже нашим, где вот общественные советы. Вот прежде чем принять нормативный акт какой-то или проект программы, я вот недавно была на заседании в Министерстве спорта. Она сейчас сидела и просто удивлялась. Люди, я не знаю сколько там, более 20 человек было в Совете. И они не были зажатыми. Они предлагали свои варианты. Они отстаивали те варианты, которые уже в проекте программы. То есть они знают, с чем выходит министерство. Было это раньше? Ну, может быть, не в такой, не так это было. Вот когда я работала министром, там-то не было Советов. Я советовалась с главными врачами. Но вот так, чтобы нормативные документы, проект программы обязательно посмотреть, послушать, что они говорят, выслушать их мнение, это возможно только сегодня. Галина Ивановна, вот подытожим. Система Института общественных советов стал на сегодняшний день, вот как вы считаете, эффективным инструментом, который, ну, главная задача-то была приблизить власть к людям. Вот достигнута эта цель? Эта цель достигнута. Это поддерживается и губернатором нашим. На самом деле он возлагает большие надежды на общественность. Но в том числе и на общественную палату, которая, конечно, авторитетна. Она авторитетна среди других регионов Российской Федерации. Спасибо, Галина Ивановна. Я напомню, на студии сегодня Галина Гусарова, председатель комиссии по общественному контролю, общественной экспертизе и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты региона. Это была программа «Общественное мнение». Все выпуски вы можете посмотреть на нашем сайте «Сова.Инфо» в разделе «Телевидение» и на сайте Общественной палаты Самарской области. Берегите себя. Увидимся на канале «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова